Почти шесть тысяч первомайцев в эти выходные взялись за метлые лопаты. Тем самым присоединились к общегородскому зелёному марафону. Почему зелёному? Если рассматривать его не только как попытку навести порядок, но и сделать воздух чище, то в городе ставили рекорды. В каждом районе бобруйчане высадили аллеи деревьев. Субботники однозначно нужны, потому что именно выходя на субботник, мы все причастны к наведению порядка в нашем любимом городе. На высадке зелёных насаждений городской субботник не закончился. Первомайцы убирали листву, мусор и наводили порядок в любимых местах отдыха жителей. Ведь кто, как не они сами, будут наслаждаться осенними денёчками и видами любимого города. Для того, чтобы наш город был самым чистым и самым красивым. Для того, чтобы я с ребёнком гуляла по парку и наслаждалась видами нашего прекрасного города. С целью озеленения родного города, чтобы он был красивее, прекраснее, чистый воздух, хорошее настроение, чтобы могли где-то жители отдохнуть. Чтобы копать ямки, чтобы садиться в деревья. Потом гулять в парке. Потом гулять в парке. Не отстали в этом благом деле и ленинцы. Так, сотрудники администрации района и управления соцзащиты, вооружившись инвентарём, очищали территорию сквера возле театра. Такие акции сплачивает коллектив и помогает в неформальной обстановке лучше узнать своих коллег, отмечают активисты. Нужно наводить порядок в городе. Листвы много собралось. Поэтому дружно вышли на субботник. Занимаемся уборкой. Настроение бодрое, рабочее. Пока всё хорошо. В этот день наводили марафет и на территории жемчужины нашего города, Бобруйской крепости. Здесь работники отделов спорта и туризма, культуры и управления по образованию убирали, грузили и вывозили сухостой, хворост и всевозможный мусор. Символично, что это территория историческая, Бобруйская крепость наша, которая имеет отношение к развитию туризма непосредственно. Поэтому мы тоже хотели бы внести свою лепту и, скажем, навести порядок в одной из частей этой крепости. Городской субботник удался на славу. В масштабном наведении порядка приняли участие 20 тысяч жителей и десятки организаций. Было привлечено около сотни единиц техники. Результаты уборки может оценить каждый и убедиться в том, что стало чище в парках, на улицах, около организаций, исторических памятников и не только. Между тем, внести свою лепту в общее дело могут все желающие.